Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вчера на своей странице я выложила огромное количество пачек перцев. Вот видите, вот все здесь они у меня. Для того, чтобы начинающие огородники смогли посмотреть каждый из сортов и ознакомиться с их характеристиками. Для чего я это делаю? Вы понимаете, вот когда мы приходим в садовый магазин, вот видите, как все пестрит. Видя вот эти тысячи, сотни вот этих упаковок, картинок, различных перцев, различного цвета, размера, мы теряемся, даже я иногда теряюсь, я пока домой не принесу, пока все на обратной стороне не прочитаю, ни один очки мелкий, вот этот шрифт. Я даже не могу понять, что это за перцы. Я понимаю, как чувствует себя садовод-огородник, который вот только первый год хочет что-то себе выбрать. Поэтому я подумала и решила. Я постараюсь, насколько у меня будет свободное время, сейчас еще заказы не все закончились, но все равно хотя бы один-два сорта в день, чтобы показав картинку перца, еще и описать вам его. Буду описывать и те, которые я уже садила, и буду высказывать свое мнение о них, но и те, которые новинки, потому что много сортов я взяла, чтобы опробовать их, и в этом году они у меня будут в первый раз. Но все равно я вам прочитаю оборотную сторону, и потом, когда вы придете, например, в магазин и увидите его, скажете, о, так это перец мне знаком, я о нем слышала, я такой хочу, и купите. У вас будет уже более осознанный выбор. Вот перец сладкий, винни-пух, компактный, с ранним и дружным урожаем. Его я выращивала, у меня есть даже про него, по-моему, видеообзор, или просто я как в общем видеообзоре перцев про него говорила. Сейчас я вам расскажу о том, какой это перец. Это раннеспелый сорт для открытого и защищенного грунта. Значит, винни-пух можно садить и в теплице, и на улице. У меня он рос нынче в теплице, но было просто очень мало, не хватает места, было всего 5 кустиков. Но он очень хороший, очень-очень рано поспеет, и для тех, у кого короткое лето, вот этот вариант идеальный. Но единственное, что это карликовый сорт, вы не очень много урожая с него возьмете. Вот написано, растение низкорослое, высотой 25-30 сантиметров. Но я говорила, карлик, с букетным типом формирования плодов на вершине побега. Он не будет расти ввысь, не будет усыпан плодами, а все плоды будут у него вверху, как в пучочке. Плоды укороченные, конусовидные, заостренные верхушкой, гладкие, в технической спелости, светло-зеленые, в биологической темно-красные. Массой 40-80 грамм, толщина стенки 5-6 миллиметров, урожайность 1,6-1,8 килограммов с метра квадратного, ценность сорта, устойчивость к вертицелиозному увяданию и поражению тлей, дружное плодоношение, пригодность для уплотненных посадок, отличная легкость и транспортабельность, назначение универсальное. Так, на пачке прочитали, теперь скажу от себя. Конечно, этот перец, если вы посадите, он не для зимних заготовок, не для фарширования, он у вас не уйдет. Он у вас уйдет просто в пищу. Вот этот первый, первая потребность в витаминах, чтобы, например, насладиться, там, свой голод, утолить свежими овощами, вы его, конечно, весь съедите. У меня в этом году было очень мало, вот самые-самые первые салатики, винни-пух и венти, вот эти два сорта. Для любителей раннего урожая, у кого есть детки, вот эти маленькие карликовые сорта, удобен тем, что не нужно делать между них расстояние, написано, я вам читала, подходит для загущенных посадок. Пожалуйста, уголочек отвели там метр на метр, несколько штук, прям много-много садите, сколько войдет, через 10-20 сантиметров. Урожай он вам большой не даст, видели, что урожайность небольшая, там килограмм, полтора килограмма с метра. Но зато, как первые, получите удивление и восхищение. Как же рано у нас поспел красный перчик. Все, всем до свидания, перейдем к следующему сорту. Субтитры сделал DimaTorzok